Всем привет! Мы снова с вами. Мы снова соскучились. Прошла почти неделя. У нас на этой неделе были очень большие праздники. Гуляла в Салатвии. День Янисов, Лигуа. Праздник такой называется. День имени Яниса и Лиги. Да. Это очень-очень большой праздник у нас, как, наверное, в России. В России даже не празднуется, так и вам никакой не вам купало. Ну, в общем, большие гуляния. Все уезжают за город в основном, жгут костры, пьют пиво, жарят шашлык. В магазине в день праздника кончилось мясо и пиво. Да ладно? Да, серьезно так было. Была проблема купить мясо для шашлыка. Ну, с пивом еще более-менее так было, но тоже были трудности. Мы купили на рынке. Ну, хорошо, долгое время. За один день называется. В моем случае забыла. В моем случае забыла, временно. Купили барашку. Бараник. Ой, это классно. Так вот, с этим праздником связано тоже очень много традиций. Есть традиции, которые мы внесли сами в наш праздник. А есть традиции, которые именно связаны с этим традиционным праздником. Такие, как зажигать небольшие костры, прыгать через них. Такая дешевая депиляция. Потом девушки плютут венки, собирают в этот день в поле цветы и потом плютут эти венки. Да, считается, что травы, собранные в этот день, они лечебные. И потом эти венки они сохраняют целый год, высушивают. И на следующий год они сжигают, опять же, в этом же большом костре и смотрят на пламя. Если пламя, предположим, очень синее, это значит, что в этом году было очень много склок, ссор. В общем, все плохое зажигается в костре. Еще обязательно на столе должен быть сыр круглый с мином. Такой домашний, он очень сильно пахнет. Я так понимаю, что это символ солнца. Потому что, в принципе, это языческий праздник, языческих корней. Действует состояние, когда самый длинный день и самая короткая ночь. И после уже этого дня меняется. День становится все короче и короче, а ночь становится длиннее и длиннее. Да, и еще есть такая традиция искать ночью цветок паприки. Ну, такая, с эротическим уклоном уже. Да, потому что я думаю, что все адекватные люди знают, что паприки не цветет, но это больше такая отговорка, наверное, типа якобы романтический подтекст. Мы пойдем в лес и паприки искать. Еще принято на рассвете девушкам имеваться росой. А это считается, что когда твое лицо будет белое и красивое весь год. Но у нас станет традиция. Ну, у нас все масштабненько, как бы мы не мелочимся. Чего там только лицо. Я хочу, чтобы у меня все тело было молодое. Вот, поэтому в эту ночь неважно при каких обстоятельствах, неважно в каком-то состоянии, неважно какая температура, в общем, ничего не важно. Неважно, идешь в зимней курке или в трусах. Да, ты обязан идти искупаться. Да. Я даже беременная залезла в воду в прошлом году. Ну, правда, это была такая бочка, ну, на улице, но все равно это было. То есть, как бы, никаких оправданий в эту ночь нет. Так что мы вам покажем, как мы провели Лигу каждый раз, потому что у нас получилось в этот раз отдельно провести Лигу, и что у нас еще было за эту неделю, да? Да? Да. Ну что, поделимся. Памы! 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 Всем привет! У нас впереди три выходных. Сегодня утром я еще чуть-чуть поработаю, и сразу после этого мы собираем вещи и уезжаем в деревню. Я вам все подробно покажу, расскажу, поведаю, может, какие-то истории из детства, ну, и какие-то, может быть, казусные, не знаю, как получится. Так что, приятного посмотра! Сейчас у нас утро, часов двенадцать. Народа в доме много, все собираются к празднику. Какая-то часть людей еще сегодня приедет. Вчера мы уже сделали хоть кое-какую подготовку, вот. А это сам дом. Здесь живет моя двоюродная сестра с мужем, с детьми. Вот, обожаю это место. Здесь такой вот сад, очень красивый. Это одно из любимых моих мест. Люблю его всей душой и сердцем. В деревню я приезжаю с самого детства. Когда-то летом меня отправили, на все лето отправляли к бабушке с дедушкой. Они живут не здесь, а в другом месте, в этом же районе. И бабушка моя работала дояркой. И помню это ненавистное утро, когда надо было вставать с пять утра и идти с ней на ферму, чтобы доить коров. Здесь вот такой отдельный домик. Это банька. Внизу там банька. Там можно оставаться. Там тоже остаются одни из гостей. Так вот. Ненавидела это утро. Мне кажется, бабушка тащила за руку. Я еще по дороге спала. Но я просыпалась, как только в моем поле зрения появлялась конюшня. Там по дороге была конюшня. Здесь вот такой вот мостик. Детям здесь запрещают ходить, потому что он такой... До него пока никто не добрался. Но его нужно реставрировать. Потому что доски здесь, конечно, уже прогнили. И может все провалиться. Так вот. Как только в поле зрения попадалась конюшня, я, конечно, сразу просыпалась. Я по дороге забирала какие-то лопухи. И вот у меня были мои любимые лошадки, которых я потом кормила. Сон как рукой снимала. Вот. А когда приходили уже на ферму, бабушка там занималась своими делами. А у меня тоже была любимая корова, которая так же сама собирала лопухи, травки. Всякую такую ерунду. Кормила ее. Когда она лежала, я плашмя ложилась на нее. И вот такие вот у меня были друзья. Ну вот. Здесь тоже сад. Везде очень зелено, что мне очень нравится. И, конечно, здесь и огородные грядки, где они выращивают картошку, огурцы, укроп. Ну и все, что нужно для деревни. А здесь эта часть такая больше, как сад. Очень нравится мне. Вот пиончики сейчас. Время пионов. Вот какая прелесть. Ну там где-то вдали теплицы видно. А вот этот сад черешня. Помню один год было столько много черешни, что объедались по полной программе все. И дети, и соседи, и гости, кто приезжал, еще уезжали с пакетами черешни. Вот. Чуть попозже здесь, вот на этой поляне, выставят батут для мелких. О, кстати, смотрите, кого я вижу. Вот какая прелесть. Вот за что я обожаю деревню. Бабушка его здесь подкармливает. Что-то я слышала такое, что она что-то ему дает. Так что он знает, куда пришел и зачем. Вот. Идем дальше. Здесь вот машина наших гостей, кто приехал. Кто из Валмера, кто из Риги, кто из других краев Латвии. Вот. Муж сестры, Янка. Человек с золотыми руками. Может собрать, мне кажется, все что угодно. Вот лодку собрал себе. Сейчас у него новая страсть. Это старый Зил. Это только один из них. Вот это сейчас вам лодку покажу, которую он сам собирал. Мне кажется, вот это вот. Но я не уверена. Просто здесь так много у него всякого барахла. Но это на мое усмотрение, конечно, барахло. Я понимаю, что для мальчика все это по-другому. Вот этот Зил. Этот Зил не на ходу. Это один из. Сейчас покажу вам его коллекцию. Со стороны выглядит вообще как музей. Ну, согласитесь, ребята. Вот, смотрите. Три Зила. В лесу. Это тоже один из сараев их. Там, конечно, тоже Янкина мастерская. В общем, человек занимается. Вот. Последний раз, когда я была, прицепа еще не было. Так что тут еще что-то происходит. Вот эти Зила на ходу. Один из них Янка один на сварьке утопил. Но его вытащили. Ну, это же деревня. Ну, вот. Такие вот красавцы. Наш местный музей. Ну, вот. В той стороне, вот там, где тропинка, там у нас море. Сейчас покажу. Так, вот. Вот тропинка. До моря. Идти, наверное, минуту две. Вот там, где небо голубовиднеется, вот там вот море. Там мы будем сегодня вечером праздновать. Вчера мы там установили палатку. Но это все позже покажу. Вот. А еще у них здесь очень классный сарай есть. Такой вот. Возле дома. Ворота открываются. Это внутри очень большое помещение. И часто они... Вот не знаю, они к этому году готовы или нет. Но к лету обычно они подготавливают поляну. Там внутри стол. Если какие-то дождливые дни, то можно смело там посидеть. На улице здесь на газончике вот мяско пожарить. Вот. Вообще, это такая нетипичная деревня. Когда я сюда приезжаю, всегда что-то происходит. Один раз я здесь тоже пробовала кататься на водных лыжах. Ну, вообще, этот дом всегда полон людей. Кто-то привозит какие-то надувные круги. Их прицепляют к лодке. И, в общем, развлекаются люди. Как умеют. Вот. Рыжить в этом доме зашкаливает. Вот один из... Да, you pity. Джипо. Это джипо. 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 Джипи. Джипи. Животные здесь, простите, все рыжие. Так что я чувствую себя очень комфортно. Это беседка. Вот такая вот красивая. Здесь мы по утрам очень сидим, кофе пьем. Вот. Так что ждите дальнейших новостей. А это еще один обитатель этого дома. Будем знакомы. Это кот Жириновский. Или просто Жирик. А сейчас, пока наши мужчины занимаются шашлыком, мы с сестрой вышли в поле, чтобы собрать цветы. Это одна из традиций на этот праздник Лига. Присти венки. У нас еще сохранились с прошлого года венки. Их мы будем сжигать на костре. Для того, чтобы сжечь все плохое. Вот это тоже одна из традиций. Работы идут полным ходом. Насколько я слышала, на море уже построили огромный костер. Это тоже одна из традиций на Лига. У нас в полночь будет зажигаться огромный костер. Надеюсь, мы будем не единственные. И можно будет на пляже увидеть много больших костров. А еще мы с девочками придумали, что хотим на пляже Вигвам. Поэтому сейчас будем запрягать мужчин, чтобы установили нам Вигвам с видом на море. Ну и еще всякие приготовления. Нам надо в нашу палатку огромную затащить столы, стулья. Ну и потом, конечно же, все это накрыть. И будет у нас пир на весь мир. А вот и море. Покажу вам море. О, ничего себе, какой они костер сделали. Сейчас я вам все покажу. Вот, это море. Обожаю его. В Юрбале никогда не бывает такого пустого. Посмотрите, какой у нас будет огромный костер. Это же круто. Народ пока отдыхает, купается и остывает. Мы не ищем легких путей. Хотим диван на пляже. Да. А ты узнать будет? Да. Вот будет на тобой. Красивый кожаный друг. Покажу. Ребята. Покажу. 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 это наш дворец людей должно быть человек 30 вместе с детьми так что я надеюсь что все там поместимся приготовление идет полный ходом хочу рассказать одну историю с которой связано соленой она как-то приехал сюда в деревню и все началось как обычно мы сидели вот этому царай про который я рассказывала но в итоге вечер закончился в бане у соседей и у нас есть еще такая традиция мы каждый год на ли на лига купаемся неважно в любом водоеме который найдем поблизости это придает молодости и сохраняет красоту и молодость на долгие годы поэтому мы так хорошо выглядим в этом наш секрет и после бани от соседей мы поехали купаться на море на квадроциклах такие вот дела хочу узнать как алена у тебя идут приготовления расскажи нам этому празднику у нас в латвии сейчас празднует большой праздник лигу все уезжает за город шашлыком с пивом мы с костиком уже тоже готовы шашлык тоже готов дима тоже уже готов закинули вещи и поедем к диминам родителям на дачу да сначала мы заедем за кофе сначала мы заедем за кофе поездка без кофе со статуала с заправки это не поездка люблю паршивый кофе ничего с собой подвал не могу мы здесь мы решили не нарушать традиции на лига принято ходить в баню крапивы хорошо так пропариться в общем октор нарвать я бы тебе попарила покрепил это клёво это реально очень хорошо главное хорошо правильно размочить тепленькой водички потом уже мочить все пойдем жарить шашлык не шашлык сначала баранину пожарим потом шашлык а Субтитры делал DimaTorzok Среди леса вечеринка! Есть уголок, где мясо жарят. Тут место для костра. Девчонки все в венках. Я снимаю! Тут детский уголок. А вот наш вегвам. При вечернем свете он выглядит по-другому. Вот как красиво. Там соседи уже костры зажгли большие. Наш вод пока еще не тронут. Кто-то водичку, видимо, пробует. Обудумывает шансы купаться или не купаться. Там соседи тоже костер уже горит. Мы свои до 12 бережем. На часах полденадцатого. Посмотрите, какое светлое небо. Сегодня самая короткая ночь. Мы не выдержали до 12. Поэтому решили зажечь месяц с остальными соседями. Зрителей у нас много. Оказалось, что у нас больше, чем 30 человек сегодня. Но мы всем рады. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Так вот. Нет, это дуришь. Я только после купания погрелась вот в костра. Водичка была просто шикарная. Это, наверное, самая теплая вода из всех Лига, которые я помню. Это было очень круто. Меня еще куча народу поддержала. Так что очень советую. Вот. Всем доброе утро. У нас второй день. Я не знаю, кто где спал. Такое ощущение, что дети даже не ложились. Они тусили дольше, чем взрослые. Потому что взрослые начали раньше уходить и расходиться по домам. Дети, кто ослал в машине. Кто на пляже. Ну, все, конечно, под присмотром взрослых. Вы не думайте. Вот. Сейчас мы сделали себе кофе. Идем опять в нашу палатку. Там у нас подразумевается завтрак. Кто-то из народу вызвался сварить суп. Не знаю, откуда у людей силы. Но как-то так. Будет у нас завтрак с видом на море. Всем доброе утро. Кажется, кто-то тусил всю ночь. Лапами кверху. Ой, кошмар. Не волнуйтесь, она живая. А еще у нас тут еще один такой же труп. Не знаю, чем занимали собаки всю ночь. Но они вообще просто бессил бедные. И так. Наши выходные подходят к концу. Праздники отгуляли. Чувствуем себя чуть-чуть уставшими. Разговаривать, двигаться лень. Поэтому я говорю медленно и большими буквами. Как утверждают некоторые. А мы по дороге домой. Теперь осталось только видео обработать и все это выложить. Поделиться с вами. Так что до связи в эфире. Надеюсь, ваши выходные тоже прошли так же хорошо. Долго думала, что сегодня приготовить. Думаю, девушки меня поймут. Каждый раз думаешь, что же такого приготовить. Поесть на ужин. А еще спрашиваешь, когда у своих домашних. Получаешь один и тот же гениальный ответ. Мне все равно делаешь, что хочешь. Если бы я знала, что я хочу, я бы приготовила то, что я хочу. Поверьте мне. Ну, в общем, долго думала. Потом подумала о том, что сегодня четверг. А значит, у нас будет рыбный день. И приготовлю рыбку под томатно-каперсовым соусом. В принципе, и лета. И вроде бы не такая она жирная. То есть, как бы, ну, типа худею. Что-то ждем. Что-то произошло, что мне кажется, кто-то упал. В порядке? А что ты там разбираешь? Коляску? Ну, ладно, разбирай. Ну, потом собери обратно, как было. Ладно? Нам с тобой еще гулять вместе с ней, да? Все в порядке. Просто ребенок разбирает свою коляску. Ничего необычного. Ну, в общем, сейчас запишу рецептик этой рыбки. Покажу вам. Если попробуете, приготовите, обязательно поделитесь, понравилось ли вам. Ну что, всем хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Всем доброе утро! Когда я могу вырваться куда-то, я имею в виду, что-то вне материнства и семейной жизни. Ну, в сентябре все это вернется. В круги своя и в сентябре опять начнутся уроки. Сегодня попробую вам снять, показать свой кабинет, как это примерно происходит, насколько это возможно будет снять, все-таки там другие люди и еще туда. Еще будет экзамен у них у девочек, но как рабочий день, я имею в виду и учебный день, для меня рабочий, для них учебный, это последний день. Погода хорошая, немножечко прохладно, похолодало у нас немножечко, но все равно погода хорошая, солнышко, что не может не радовать. Сейчас я вам покажу, где я работаю, свое рабочее место, кабинет, где у меня проходят занятия по субботам. Я преподаю здесь, веду уроки по макияжу, подготавливаю будущих визажистов. Сейчас я вам покажу их рабочие места. Здесь вот, мое рабочее место, сейчас подробнее покажу. Это мои кубки, медали, ну и рабочее место, там бумаги, всякие документы, тесты, и вот там у меня девочки уже занимаются, да? Обычно. Сейчас уже уроки закончились, я жду, пока приедет за мной муж. Ну вот так. Ну что, надеемся, вам понравилось наше видео. Да, мы надеемся. Вот так вот мы провели эту неделю. Ждите следующих выпусков. Надеюсь, вы провели неделю так же весело, как и мы. Может быть, даже веселее. Да. Ну что, тогда жмите лайк, подписывайтесь. Я, конечно же, скажу про колокольчик, потому что таким образом вы не пропустите ни одно новое видео. Все, всем пока. А-та!